Школьники и молодые металлурги будут создавать городские здания. В феврале Магнитогорск присоединится к проекту «Трогательная студия». Его участников будут бесплатно обучать основам 3D-моделирования, сканирования и работе на 3D-принтере. Кто может овладеть современными технологиями и какие строения можно напечатать, знает Ксения Перчаткина. Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Известные всем слова – теперь реальность. Только вместо бетона пока пластик, а подъемный кран заменяет 3D-принтер. Эти прототипы реальных зданий со всего мира сделали учащиеся и рабочие Кыштыма и поселка Новосенеглазово. Такая возможность появилась и у магнитогорцев. О проекте «Трогательная студия» сегодня рассказали в администрации города. Во-первых, это в том числе профориентация, когда ребята понимают, хотели бы они заниматься вообще таким инженерным творчеством, 3D-моделированием или нет. Это первое. Второе – это развитие творческого мышления, образного мышления. Плюс это погружение в современные действительно технологии. С помощью 3D-принтера, моделирования, сканирования или по-другому аддитивных технологий создаются уникальные материалы и ткани. Здесь пригодятся знания математики, геометрии, черчения. Участники же студии начнут с малого – с рисования 3D-ручкой. Даже чтобы просто написать несколько букв, вот такой вот 3D-ручкой необходим определенный навык. Сразу не получается. И поэтому, извините, но немножко коряво, но все же патриотично. Обучение начнется в феврале. До первого числа школьникам в возрасте от 12 до 14 лет, молодым рабочим и учителям, а также людям с ограниченными возможностями здоровья, надо написать ответ. Почему они хотят освоить современные технологии? На почту 3D-студия 74-собакамейл.ру. Прототипы зданий, которые создадут участники проекта, передадут в общество слабовидящих и слепых, чтобы они смогли на ощупь познакомиться с архитектурой. Ксения Перчаткина, Влад Набиев, телекомпания ТВИН.